Возможен рост, но и не исключено падение. Привет, с вами юрист-эксперт Евгений Корсакин. Жмите ваши лайки, я начинаю. Итак, рынок ипотечного кредитования в России начал прощупывать ставку в 10% годовых. И к середине 2022 года она может вырасти до 12%. Тем временем, часть банков повысила свои ставки в конце 2021 года. Те, кто не успел, сделают это в конце января. Любое повышение ставок сейчас носит характер выжидания. Поток заявок от клиентов в январе несколько снижается, поэтому банки позволяют себе любые движения по ставке, чтобы посмотреть, что будет дальше. Возможно, в ближайшее время банки будут стремиться к удержанию своих позиций. Повышая ставки медленнее, чем растет ключевая ставка. Психологический барьер в 10% годовых пробьют все крупные игроки. Но за счет программ льготной и семейной потяги средняя ставка будет все-таки ниже этого уровня. Ну а вместе с тем, директор розничных продуктов банка Дом.РФ Евгений Шитиков считает, что повышение ставок по ипотеке будет все же носить временный характер. И уже во второй половине 2022 года ожидается стабилизация и возможная тенденция на снижение процентной ставки по ипотеке. Я думаю, что из внутренних факторов многое зависит от противостояния Марата Хуснулина и Эльвира Набиулиной, а также инфляции и профицита бюджета. Если победят строители, то ставки пойдут вниз, чтобы держать спрос на жилье на достаточном уровне для продажи новостроек. А из внешних факторов многое зависит от внешней политики и умения наших властей дипломатическим путем гасить пожары, которые нам периодически устраивают наши партнеры. Кстати, из приятного. Девелоперам хотят дать послабление, которое в перспективе позволит снизить себе стоимость жилья процентов на 15. Речь об упрощенном получении кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Агрегатор и унифицированную заявку на получение проектного финансирования разработает соответствующая комиссия Общественного совета при Министерстве при участии банков и экспертов в первом квартале 2022 года. Сервис позволит подать заявку сразу в несколько банков, минуя ряд административных барьеров. Упрощение процессов существенно снизит затраты застройщиков. Что ожидаете по ипотечным процентным ставкам в этом году? Пишите ваше мнение в комментариях под видео. А у меня все. Пока-пока. Продолжение следует...